Мы вместе с Любовью Сергеевной Красновой, нашим доцентом, доцентом медицинского бюро, поговорим про больных. Значит, мы скажем следующее. Мы сейчас в связи с обстановкой, в связи с тем, что резко уменьшилось количество обращающихся нам людей, просто совсем резко, мы приняли решение, вчера мы его выложили в наших социальных сетях, о том, что мы снижаем вдвое стоимость наших консультаций. При этом всех врачей я предупредил, никто не возразил. На самом деле, что зарплата, соответственно, тоже упадет в два раза. Ну, в общем, все мы должны входить в положение людей и понимать, что сейчас происходит черт знает что, оставить людей без помощи. Мы-то видим нашу очень эффективную помощь, поэтому, ну, как-то вот мы не можем совсем без помощи. С другой стороны, мы тоже живем на зарплатах, мы тоже получаем эти деньги, мы не работаем в государственных учреждениях, поэтому, к сожалению, вот такая вот ситуация, которая сейчас сложилась. Вот, поэтому я сейчас передаю, у нас трое больных, сегодня будет три случая, потом там короткий четвертый комментарий будет, ну, он просто как комментарий. Больные разные, очень разные и очень, так сказать, тревожные, я бы сказал. Пожалуйста, Львов Сергеев. Нет звука. Нету звука, все равно. Любовь Сергеевна, нажмите, пожалуйста, прекратить вещание и нажать снова кнопку «Выйти в эфир». Там откроется окно с дополнительным выбором источников звука. Смотрите, какой источник звука у вас выбран. Лучше использовать встроенный микрофон для компьютера. Обычно это какой-нибудь built-in. У меня так и настроен. Все работает. Встроенный звук. Я не знаю, что это уже работает. Я прошу прощения за эту задержку. Добрый вечер еще раз. Павел Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Уже стало, да, традиционным, наверное, разбор наших больных в нашем бюро. Поэтому я перехожу к первому случаю. Это мужчина, 77 лет, наблюдался у нас с 7 февраля с коронавирусной инфекцией. Но при этом ПЦР он, по-моему, не делал. Вы меня поправьте, Павел. Нет, он делал неотрицательный ПЦР. Отрицательный, ну хорошо. Но он не сразу делал, поэтому отрицательный. Понятно. Ну, то есть такая ситуация часто встречается, да. То есть кто-то не сразу может или сейчас не берут. Ну, не важно. Что известно о нем вообще? Он заядлый курильщик. Уже болел однажды ковидом. Это в январе 21 года перенес легко. Прививался спутником и файзером. Ну, я так понимаю, человек путешествующий за рубеж, поэтому и наша вакцина, да, была применена и, соответственно, не наша. Заболел он в конце января этого года. Чувствовал себя неплохо, но два дня отмечалась высокая температура, которая сама нормализовалась. И мы часто наблюдаем, что температура сама уходит, но через неделю появляется вторая волна и снова поднимается температура, и состояние становится более тяжелым, да, чем в первый эпизод. И к этому надо быть готовым, то есть не надо торопиться, не надо опять нагружаться, выходить на работу. Тут нужно все-таки иметь эту настороженность. Итак, 7 числа, значит, 38,4 слабость, тяжело дышать, то есть уже есть какая-то одышка при малейшей физической нагрузке, на что мы тоже всегда обращаем внимание. Из наших рекомендаций, как вы знаете, это антикоагулянты, их три, да, ферроральные, здесь он выбрал Прадаксу, всегда это два раза в день, Прадакс идет по 110 мг в сутки два раза, и контроль температуры и сатурации ежедневно. Что в дальнейшем? На следующий день температура поднимается еще выше, про сатурацию здесь не знаю, нет у меня данных. Про сатурацию там дальше он пишет, что все машинки не работают. Ну, хорошо. Значит, за период 20-го, ну, вот за вот этот предковидный период, они там понакупали машинок сатурационных. А, то есть они разные, много, я поняла. Много, да, и как-то у них все плохо получалось. Ну, и вы знаете, что если на приеме антикоагулянтов продолжает быть высокая температура или снижается сатурация, то мы в обязательном порядке добавляем преднизолон в дозе 30 мг, это 6 таблеток, однократно, ну, после завтрака, утром. И дальше также под контролем температуры и сатурации, да, мы наблюдаем. Что произошло? Сначала температура упала, сатурация была тоже нормальной. Далее опять отмечается подъем температуры, смотрите, через сутки, да, на дозе 30. Падает сатурация до 89%. И здесь мы корректируем, каким образом. Увеличиваем преднизолон в два раза, это 12 таблеток. И рекомендуем кислородную поддержку. Очень часто это аренда кислородного концентратора. Мы рекомендуем брать на 5 литров достаточно, больше не нужно. И, конечно, по скорости и разнице сатурации, да, в зависимости от скорости подачи кислорода, мы устанавливаем, ну, рекомендуем установить, да, вот данный показатель скорости подачи. Здесь на скорости 2,5 литра в минуту сатурация была нормальная, 95%. На 12 таблетках, получается, до к вечеру температура снижается до 37. Значит, я хочу сказать, что тут довольно большая семья, все-все болели, а у них концентратор уже дома стоит. Понятно. Ну, просто как альтернатива есть еще баллон. Баллон, то есть, когда ты делаешь впрыск, да, и вдыхаешь. Конечно, эффективность такого баллона гораздо меньше, поэтому лучше, конечно, взять концентратор. Далее, на 11 число температура нормальная, сатурация без кислорода пониженная, но чувствует он себя при этом более-менее нормально, сколько я понимаю. 12 числа тоже, значит, температура, сатурация примерно на том же уровне, и в этот день мы решаем, что с 13 числа на следующий день преднизолон мы прекращаем, оставляем кислород и, конечно же, продолжаем антикоагулянты. Все это время мы, то есть, что я хочу сказать, мы не пугаемся. То есть, вот вы увидели, что 39,5 температура, падает сатурация, но у нас нет никакой паники. И вот те случаи, которые я уже докладывала, когда пациент тоже не паникует, конечно, ему страшно, всем страшно, это понятно, но они понимают, что госпитализация в этом случае может быть хуже, потому что есть тоже разные примеры, мнения. То есть, нужно смотреть динамику, да, то есть, конечно, бывают случаи у нас тоже тяжелые, когда мы рекомендуем госпитализацию, безусловно. Итак, по анализам, что на 12 число получается, есть лейкоцитоз, как вы видите, да, с сдвигом формулы лейкоцитарной влево, повышены практически все баркеры воспаления, кроме додимера, да, то есть повышен циреактивный белок, ферритин, фибриноген, повышенный прокальцитонин и интерлекин-6. То есть, все у него достаточно высоко повышен. Кроме додимера. Ну, да, кроме додимера, да. Большое внимание, додимер не работает, вот сколько мы им пользуемся. Да, да. Хуже нет анализа. То есть, он не показателен, так скажем, он иногда у некоторых повышен, но он не показательный. Что мы добавляем в этом случае? Естественно, антибиотик. То есть, мы назначаем азитромицин 500 мг, в первый день 2 раза, потом по 501 раз в день. Температура, смотрите, 13 число высокая, да, то есть лейкоцитоз, здесь вот все это оправдано, применение антибиотика имеет показания. Потому что мы не всегда назначаем, да, даже если температура держится. Конечно, здесь важно иметь анализы. Да. Но здесь мы все-таки должны учитывать, не случайно, курильщик, кашлящий, то есть, у него явно хобл присутствует, и поэтому, конечно, мы ожидаем возможного развития инфекции бактериальной. Бактериальный лейкоцитоз, нитрофилез, это все возможные показатели. И прокальцитанин, там не очень так, чтобы прям совсем, но сколько нам надо для того, чтобы предположить наличие бактериальной инфекции. Поэтому, конечно, мы антибиотики в данном случае назначаем вполне оправданно. То есть, мы не просто так вот, давайте дадим, нет. Ну, и возвращаемся к преднизолону, потому что мы не можем в данном случае исключить, и по анализам мы видим, что это гипервоспалительная реакция, и что без преднизолона-то? Да, я хочу сказать, что каждый раз назначение антибиотиков это комплексный подход, не просто всем, а мы всегда взвешиваем и общее состояние, и анализы, если они есть, и анамнез, и много-много-много других каких-то моментов. 14 числа температура сразу снизилась на антибиотиках, то есть сразу был отмечен положительный эффект. Значит, да, вот этот момент, то, что он отказывается от кислорода, ему не нравится, с ним ходить неудобно, но хочу заметить, что при этом все-таки он не курил, то есть вот этот период, когда он болел, он бросил курить, то есть он смог это сделать, потому что понятно, что заядлым курильщикам часто сложно отказаться. И что мы корректируем? Снижаем преднизолон, здесь мы его снижаем, не отменяем сразу, а немножечко по времени в половину дозы, ну и оставляем продакцию, антибиотик, кислород. Далее, 15-го числа есть эпизод небольшого кровотечения, носового кровотечения. И почему отказываются часто от кислорода? Очень сушат, это очень частая жалоба, и не только тех, кто на кислороде. Чем можно здесь помочь? Всегда говорю о том, что любое масло, хоть подсолнечное, смазываем слизистую носу маслом, или очень жирным кремом, детским, знаете, там у них собачка такая и кошечка, вот он самый жирный, самый лучший крем. Ну и воздух надо увлажнять активно. Ну здесь сложно, если вы же не побежите покупать сразу какие-нибудь там увлажнители, ну либо поставить банк. Тряпки с водой на батарею есть такие дедовские. Я хочу вообще сказать, что мы очень много используем сейчас дедовских способов. На нас могут кидаться там любители evidence-based медицины, но мы, например, заставляем больных дышать над кастрюлей. И знаете, это помогает. Да. Когда упорный кашель все время мешает, подышал и как-то полегче. Да, смягчает реально. Ну и дополнительно есть проблем, появился запор. Почему мы эту тему выделяем? Потому что не все знают, что при запоре мы рекомендуем лактулозу. Здесь тактика такая, по столовой ложке, если, ну, принимает там раз, не знаю, в час, да. Если через два часа стула нет, еще две ложки, через три еще четыре и так далее. То есть пока, но здесь у него, я так понимаю, эффект не сразу возник все равно, да? Нет, нет, возник, все нормально. Просто он, как обычно, он не сразу стал принимать. А, да. Он подумал сначала. Важно, правда. Значит, передний зал он прекращаем, антибиотик, антикоагулянт остаются. И шестнадцатое число температура уже почти норма, а сатурация без кислорода все-таки еще пока низкая. Ну, здесь вот эти нюансы, что на разных руках по-разному, на разных пальцах, мы всегда говорим, что нужно ориентироваться на все-таки тот палец, где больше всего показывает, да? Важно, чтобы не было лака, да? Если у женщин это часто лак. Ну, да, но еще я напомню, что у курильщиков, у них же измененные ногтевые все. Кожа, может быть, твердая, у пожилого тоже. Это тоже может дополнительно влиять на низкую ситуацию. Да, если крупные руки, крупные пальцы, то на мизинцы стараемся, да, измерять в покое обязательно. И руки не должны быть холодными. Это тоже важно. Ну, и напомню, что со сна сатурация ниже довольно существенно, да? То есть человек сначала должен все-таки подняться, как-то раздышаться, только потом мерить сатурацию. Да, да, Павел Андреевич. И еще часто вот как раз сатурация в положении сидя, она выше, чем сатурация в положении лежа. Это тоже отмечают все. Ну, вот здесь, да, стула нет. Он выпил таким актулозу на следующий день. И, ну, рекомендации, собственно, прежние. Здесь остается, уже антибиотик мы отменили, остается только антикоагулянт. В дальнейшем самочувствие нормальное, появляется горечь во рту, болят мышцы. Тоже часто появляются боли мышц. Я прошу прощения. Тут кто-то вопрос задал, что делать с болями в мышцах, в ногах и так далее. Вот вам ответ. Да, мы применяем анальгин. Всем рекомендуем анальгин. При любых болях, при температуре очень хорошо сочетается с антикоагулянтами и достаточно хорошо помогает. Что-то я еще хотела добавить по нему. Ну, про питание тут тоже, потому что все начинают говорить, да мы вроде едим, у нас вроде еда есть. Это не еда, это лечебное питание, оно как лекарство. Да. Оно создает свои особые отношения. А, про боли в мышцах я хотела добавить. То, что они, как их, летучие, да, мы называем, летучие. То есть, то болит одна рука, она перемещается туда, потом на шею, потом вниз. То есть, очень часто больные пишут мне так, сегодня вот боль там, завтра она здесь. И так вот она вот гуляет. И что с этим делать? Вот нужно понимать, что это часто, это часто при ковиде возникает. Мы это видим. То есть, что делать? Анальгин. При тахикардии рекомендуем применение караксана по одной-две таблетки. Ну, в дополнение к тому, что из симптомов еще есть у этого больного. Ну, 18-е, 19-е число, в принципе, все стабильно, все так же. Сатурация постепенно поднимается, температура держится нормальной. И основная наша рекомендация по применению антикоагулянта, это не менее месяца, или мы всегда говорим, после прекращения всех симптомов к ним мы прибавляем еще две недели. И, конечно же, ограничение физической нагрузки любой, например, баню, массаж, мы тоже расцениваем как нагрузка, которую не рекомендуем применять хотя бы в течение, если тяжело протекал ковид, то и двух-трех месяцев. Что дополнительно хотелось бы сказать, через, смотрите, 10 дней, даже 11, повторили все анализы, и здесь нет никакой корреляции с тем, что состояние стабилизировалось, несмотря на то, что были отменены уже и антибиотики, и гормоны. То есть сохраняется высокий цирреактивный белок, как вы видите, прокальцитамин тоже повышен, при этом фибриноген и РФМК наоборот даже увеличились по сравнению с тем, что было 10 дней назад. Интерликин опять же высокий, то есть нет, еще раз говорю, нет этой корреляции, поэтому не всегда надо обращать внимание только на анализы, а нужно взвешивать и комплексно подходить к назначению. Да, у нас четкая установка, и больные часто задают вопрос, когда сделают анализ, ой, ай, ку-ку-ку. Значит, анализ все-таки для врача. Врач ориентируется при принятии решений на анализы. И мы отвечаем в таких ситуациях, что мы лечим не анализы, а больного. Да, вообще есть выражение, что нужно лечить не болезнь, а болезнь у больного. Вот мы лечим болезнь у больного. Если мы будем лечить по анализам, то, ну, вот тут мы... Я не знаю, что делать в такой ситуации. Человек хорошо, ну, достаточно хорошо себя чувствует. Возвращаться к преднизолону снова, делать пульсотерапию, как делает у нас один товарищ из Киргизии, который здесь выступал. Ну, да. Нет, нет, ну, я... Это вопрос, на самом деле, у меня нет ответа. Но мы как-то вот все-таки стараемся... Да, антикоагулянты тут абсолютно показаны, это понятно, и это международно принято, что много недель после выпуски сохраняется, значит, это самая тромбогенная опасность, поэтому антикоагулянты долго-долго нужно принимать. Ну, вот с преднизолоном мы идем по схеме очень короткого лечения. И очень часто этот вопрос задают больные. Через какой период повторить анализы? Всем рекомендуем этого не делать, если нет ухудшения общего состояния. То есть это вот стандартная фраза, да, ничего не нужно делать, если нет ухудшения общего состояния. В противном случае они получают вот такой анализ, с таким анализом можно класть в реанимацию и начинать интенсивную терапию. Ну, я утрирую, но на самом деле, в принципе, почему бы нет? Поэтому мы не рекомендуем делать повторные анализы. Второй больной 69 лет, также с новой коронавирусной инфекции с отрицательным ПЦРом, наблюдался с 18 числа февраля. Сразу, что известно о нем, то, что у него есть хронический лимфолейкоз, установленный в 2017 году. В 2017 году никакая специфическая терапия не применялась, потому что лимфоциты у него были всего 50 тысяч, не было никаких Б-симптомов, не было признаков аутоиммуногеномолитической анемии, и нормально все было по лимфоузлам. В 2021 году в сентябре он обследовался в связи с тем, что уровень лейкоцитов поднялся до 179 тысяч, немножечко снизились тромбоциты, и появилась забрюшенная лимфоденопатия. И тогда было дано заключение, что ему химиотерапия показана. Ну, какие были жалобы в момент обращения? Я вот сохранила орфографию, да, и вы посмотрите, как нам тоже иногда бывает сложно, очень сложно понять, что имеет в виду больной, да, то есть вот он пишет температура 39, то ли 39,3, то ли три дня, то ли три дня одышка, то есть вот где запятую поставить, где ее не поставить, понять ничего невозможно. Ну, в целом ясно, да, что самочувствие плохое. 19 числа температура высокая, 38,6, значит, пульсоксиметра не было, но он его потом приобрел, то есть сатурацию потом он стал измерять. Наша стандартная рекомендация, это антикоагулянты, понятно, да, и контроль температуры. На следующий день температура та же, сатурация в пределах 94-98%. Сдал рекомендованные нами анализы. Вы видите, мы ничего лишнего стараемся не назначать в начале, да, то есть это общий анализ крови, ТРФ, МК, фибриноген, додимер, ЦРБ, ферритин. Еще до начала антикоагулянтов также есть эпизод небольшого кровотечения носового, да, то есть опять же это сухость, это сухость да, слизистой, да, о чем мы уже с вами говорили. Рекомендации вы видите. Что по анализам? Гемоглобин 111, тромбоциты 109, лейкоциты 185 тысяч, да, ну, понятно, хронический лимфолейкоз с тотальным лимфоцитозом. Повышенное сое, повышенный циреактивный белок, здесь чуть повышенный додимер, мы видим, да, и высокий РФМК. При этом ферритин и фибриноген нормальны. Это на 20-е число. Значит, я хочу сразу назад. Если можно? Нет, нет, это не то, это вообще. Назад, назад, еще, назад. Да. Вот. Я хочу обратить ваше внимание на низкие тромбоциты и низкий фибриноген. Это в сумме основание высокое РФМК. Это в сумме дает основание подозревать, ну, в общем, идущий ДВС-синдром, уже с синдромом, значит, потребление так называемое, да, когда снижается тромбоцит и фибриноген. Значит, я хочу сказать, сейчас вот пока мы тут ковырялись, был больной в Ульяновске, которого я вел заочно по телефону с врачами, он в реанимации лежал, и вот это вот тромбоциты, ну, у него не было лейкоза, поэтому тромбоциты пении и нормальный фибриноген позволили мне сделать заключение о том, что ДВС-синдром уже с синдромом употребления, то есть далеко зашедший ДВС-синдром и назначить ему трансфузии свежезамороженной плазмы. Там, как вы понимаете, в Ульяновске, как и везде упирались рогом, что мы этого делать не будем, я тогда написал такое письмо, ну, заключение о том, что вот синдром употребления далеко зашедший ДВС-синдром уже и я не вижу никаких оснований для того, чтобы не применять плазму, хотя она прописана и в наших рекомендациях в ГНОТ и она прописана в каком-то таком корявом виде, она прописана в рекомендациях Минздрава. И вы знаете, это сработало, они перелили сначала трижды по 600 мл, потом сняли с аппарата, он на ИВЛ сидел, сняли с аппарата, потом что-то еще и потом второй раз с меньшим сопротивлением еще три дня подряд они перелили по 600 мл и из ремонации отправили, где он провел там месяца полтора, по-моему, отправили уже в отделение. Ну, пока он еще лечится, пока это не победа, но то, что плазма вот прямо буквально работает прямо сразу, это совершенно точно. И основание вот тромбоцитопени, но здесь, к сожалению, при лейкозе это трудно интерпретировать эти тромбоциты, они могут быть и с лейкозом связаны, но сочетание тромбоцитопени и нормального фибриногена это очень подозрительно на тяжелый ДВС-сидром. Да. Так. Это у меня, пардон, другой слайд попался, я прошу прощения. 21 число этого больного ввела как ковид не я, но меня подключили как гематолога к нему. Значит, у нас, прошу прощения, тоже остановлюсь, у нас работает система внутреннего консультирования, то есть, мы подключаем специалистов при необходимости, врач имеет возможность подключить специалиста и провести внутренний консилиум, при этом никаких денег с пациентов мы не берем, для пациента это не дополнительная услуга, это наша внутренняя услуга, которую мы в рамках управления обеспечения качеством проводим. Мы довольно часто, кстати говоря, прибегаем к таким вещам, потому что действительно не все врачи в ХЛЛ разбираются. Да. Да. Ну, соответственно, я задала вопрос больному, что он получает в данный момент, то есть, получает ли он легкий ран, как обычно ведут таких больных, или что-то, может быть, еще. На что он пишет, что никакой терапии нет, и ранее не принимал, ничего не было назначено. Потом вдруг он вспомнил, что ему был назначен алопаринол, что не имеет отношения к ХЛЛ, ну, как бы имеет отношение вторично, потому что, когда назначают химиотерапию, идет распад опухолевой массы, да, в виде высоких лимфоцитов, высокого уровня лимфоцитов, и, соответственно, чтобы немножечко разгрузить почки, назначается алопаринол, это стандартно. Ну, не было никакого... Я бы сказал так, на нас это произвело впечатление, что больной путается в показаниях. Да. Еще раз был задан вопрос, как же так, у вас в выписке, то есть, выписку он показал, написано, что вам показана терапия, и вдруг, просто неожиданно, он сознается, что ему отказали проведение специфической для него химиотерапии, потому что он отказался от вакцинации. То есть, вот... Но только я вам еще раз напомню, что тут под 200 тысяч лимфоцитов. Под 200 тысяч. С такими лимфоцитами люди не живут. Ну, нет, ну как же, без вакцинации же, понятно. То есть, это такой вообще фашизм, наказание больного, я вообще не знаю, как это вот интерпретировать по-русски. Я боюсь это как-то называть, да, не хочется, опять же, и врачей подставлять, и пациента, и... То есть, когда мы задали вопрос, ну, назовите врача и место, на что он сразу взял вину на себя, и я уже здесь не стала показывать, там писали о том, что не надо, пожалуй, авторитет Павла Андреевича, там, вот все это понятно, но, пожалуйста, не надо нам еще в этом центре лечиться, то есть, и нам это понятно, конечно, конечно, мы не поднимали, не выясняли, но просто сразу больной написал, что от химии, он отказался, получается, сам, то есть, он это принял решение, он все на себя взял, и это печально, конечно. Ну, дальше по динамике, я на графике, на карте, да, больного, представлю то, что пошел, пошло снижение сатурации, начала подниматься, ну, вернее, температура держалась, да, то есть, вы знаете, что если в течение трех дней мы не наблюдаем снижение температуры на фоне применения антикоагулянта, да, мы рекомендуем применение преднизолона, и здесь также дальше был подключен концентратор кислорода, дополнительно по анализам исследовали уровень прокальцитанина, вы видите, да, 24 февраля, и он был повышен, но риск определен как низкий, но антибиотик мы рекомендовали тоже в данном случае, и преднизолон мы повышали до 12 таблеток, но, но, что получилось, получилась странная ситуация, в какой-то в какой-то момент выяснилось, что кислородный концентратор дома есть, но больной его не применяет, когда его спросили, а как, что случилось, сатурация 88, ему кто-то сказал, что нужно сначала несколько дней антибиотиков, только потом применять кислородный концентратор, честно говоря, я вообще не могу понять, кто мог такое сказать, и то есть с этим больным как-то все не ясно, изначально ощущение, что он вообще про свою сатурацию как-то писал неправду уже очень давно, то есть почти с самого начала, потому что были какие-то странные цифры, когда ему сказали сфотографируйте пульсоксиметр, он сказал, что-то не получается, что-то не получается, то есть очень неоднозначные были ответы, и это, конечно, странно. Ну, среди рекомендаций, конечно, срочно. Сейчас, я прощу, но там все-таки жена включалась еще, то есть там два человека. Она включилась с просьбой не поднимать волну по поводу это я понимаю, но все-таки она как-то контролировала процесс или нет. Получается, что мы этого не знаем. Нет, не особо. Ну, то есть вот в какой-то момент она попросила не вмешиваться, не искать этого врача и так далее. 26 числа сатурация на кислоте, температура, да, то есть смотрите, вреднизолон мы увеличили 25 до 60 миллиграмм, сразу на следующий день упала температура, мы такое видим часто, она упала, что называется, ниже блин, то есть 35,5, там в какой-то момент писал 35, сатурация на кислороде 94, но в носу кровяные корки, но впервые хорошо поел и спит, то есть описывает состояние как хорошее, да, то есть явное улучшение идет. К вечеру в принципе ничего радикального нет, да, 37 температуры, сатурация 22, 24, и вдруг на следующий день, не 26, 27, жена как раз пишет, что... Я увезла 26, все правильно. его увезли, 27, здесь полночь, моя ошибка, прошу прощения, да, 27 она написала, что его увезли, увезла скорая в очень тяжелом состоянии. сейчас мы не знаем, что и как с ним, она не отвечает на наши письма, я пыталась выяснить, ну, вот непонятно, да, то есть что-то, что могло вот так вот повлиять, что резко они на скорой уехали, госпитализировались, то есть пока мы не знаем, то есть если будет информация, я думаю, что мы вернемся к этому случаю, да, и что-то сообщим, потому что хотелось бы разобраться. и давайте все-таки вернемся обратно, значит, у нас, к сожалению, таких больных бывает довольно много, которые вдруг почему-то срываются, едут в больницу и говорят, ох, ко-ко-ко, вы нам не помогли, но согласитесь, вот в этой ситуации, когда больной с тяжелейшим лимфолейкозом, с тяжелейшим нелеченным лимфолейкозом, он вообще может при таких количествах лимфоцитов, лимфоцитов, да, это же практически в сто раз больше, чем в норме, лимфоциты – это крупные клетки, ну, относительно эритроцитов, да, и они забивают просто весь кровоток, это даже не кровь, это обычно такая месиво клеточная, вот, и он заболевает, мы ведем совершенно адекватную терапию, мы тут единственный вопрос, который мы думали, обсуждали, но мы не решились на это, что ему надо было дать стостатики, но мы не можем дать стостатики, потому что стостатики надо выписывать через врача, гематолога по месту жительства, там все как-то, видимо, не очень здорово, в общем, это какая-то катастрофа, при этом сам больной тоже, извините, ну, я бы так аккуратно сказал, дурака, да, или играет под дурака, то он это не делает, то то не делает, ну, я все-таки думаю, что если бы мозги были бы какие-то, кстати, мозги могут не работать из-за огромного количества лейкоцитов, туда кровь не поступает, поэтому тут тоже надо делать на это скидку, но все-таки, ну, хорошо, не сделал вакцинацию, пойди к другому гематологу, ну, в общем, как-то надо, понимать, это же опухоль, она требует терапии, хотя обычно, кстати говоря, в большей части случаев хронический лимфолейкоз терапии не требует, он достаточно долго течет, доброкачественно, и у него тоже много лет он не требовал терапии, но сейчас-то все, в общем, в общем, я не знаю, в общем, посмотрим, что будет, у меня нет впечатлений, что мы получим хороший результат. Ну, насчет как раз химиотерапии, я писала, что надо прийти, не надо... после, мы писали про после. Что сейчас показано, что необходимо хотя бы с гематологом, там, районным. Ну, да, ну, как это сделать технически, физически, в общем, довольно с тяжелым состоянием, значит, пойти он не может, гематолог на дом не придет. почему? Ну, а как? Ну, я не знаю, в общем, нет, ну, можно пробить, все можно пробить, лбом. Ну, хорошо, я в 7 часов должна закончить. Последний больной, точнее, больная, 56 лет, обратилась, имея диагноз, болезнь Грейвса, это базетовая болезнь, в 2018 году установленная, и на протяжении многих лет у нее двухростковая цитопения в виде тромбоцитопении и лейкоцитопении. То есть, ну, достаточно долго, на уровне, где-то там 23-46 тысяч держится тромбоцитопение, и лейкоциты, ну, где-то там 2-3 тысячи. Что касается геморрагического синдрома, то на протяжении вот всего этого периода выраженного геморрагического синдрома не было никогда у нее. Ни синяков, ни питыхий. Синяки, ну, только в случае физических каких-то повреждений, там, травм ударился, это понятно. надо сказать, что общалась со мной, она обратилась сразу ко мне, как к гематологу, и общалась со мной ее дочь, она тоже врач, то есть, она достаточно грамотно подготовила все данные по маме. Значит, что касается анамнеза, сразу на себя обратила внимание, что во время первой беременности у нее был недиагностированный, ну, то есть, по причине, да, резус-конфликт, гепатит А при этом поставлен был, спленомегалия, как результат этого резус-конфликта, ну, и далее по мелочи, и то, что я вот сказала, значит, в 2018 году выявили болезнь Грейса, в связи с чем, собственно, и определяли вот эту тромбоцитопению, то есть, ну, грубо говоря, сваливали на то, что у нее есть тиреотоксикоз и, как следствие, тромбоцитопения и лейкопения. Но сразу обратил на себя внимание акушерский гинекологический анамнез, да, который вот так красиво нам представила дочь. То есть, во время первой беременности, я не знаю, у меня зависло видео, ну и бог с ним, во время первой, меня слышно? Так, теперь я вас не слышу. Я, Павел Андреевич, вас не слышу. Меня слышно? Кивните головой. У меня отключен микрофон, я слышу. А, вот, сейчас вы, да, я вас слышу. Отлично. Слайды видно. Да, во время первой беременности ей была перелита кровь в большом объеме, со слов это 4-5 литров, но резус положительная, при том, что она была резус отрицательная. И, ну, как бы все вот эти проблемы, да, то есть, у нее преждевременные роды в 32 недели, как раз связаны с тем, что у нее резус, она резус отрицательная, а ребенок резус положительный. И в связи, как результат, как следствие у нее, конечно же, появилась гепатоспреномигалия. То есть, вот эта ошибка была выявлена вообще спустя 15 лет. Представляете такую ситуацию? Далее, далее, конечно же, у нее и вторая, и третья беременности были с внутриутробной гибелью плода. Четвертая беременность, вообще, посмотрите, двойня, да, которая была рождена путем экстренного кесарево сечения, ну, понятно, нарастали антитела, родились мальчик-девочка сначала живые, но которые на следующий день умерли. То есть, конечно, выпиющий случай, но, да, яторги не встречаются, вот, что, что здесь скажешь. Вернемся к теме обращения к нам. И эндокринологам было рекомендовано операция по удалению щитовидной железы в связи с прогрессией болезни, но из-за того, что у нее низкие тромбоциты 40 тысяч, лейкоциты, ладно, конечно же, обращались к гематологам, и до этого осматривал гематолог, она наблюдалась, гематолог исключил все, что можно. Первое, что мы исключаем при тромбоцитопении, конечно же, это наши гиперхромные анемии, это B12-дефицит и дефицит фолиевой кислоты, она была обследована на всевозможные инфекции, да, это и вирусы, и бактерии, и лямди, и скориды, то есть все это тоже было исключено, исключили аутоиммунный гепатит, то есть вот основные моменты убрали, делали стернальную пункцию, делали трепанобиопсию, исключили миодиспластические все, да, состояния, там, те же лейкозы, то есть все это сразу было исключено, и она была обследована, при этом был эпизод назначения претнизолона, на фоне которого уровень тромбоцитов вырастал до 133, тысяч, даже максимум до 170, но когда убирали претнизолон, опять все возвращалось где-то на уровень 30-40, антителок тромбоцитов также были обследованы, диагноз не подтвердился идиопатической порпуры, и вот уже ближе к нашему времени заключение гематолога таково, что двухростковая цитопения отмельчается на фоне аутоиммунного заболевания щитовидной железы, и она дает заключение, что в связи с тем, что есть тромбоцитопения оперативное вмешательство противопоказано, тромбоцитопения дополнительно по анализам сейчас и я снова прошу прощения, тромбоциты не 143, а 43 здесь это моя вина, я спешила по УЗИ вы видите огромная печень, огромная селезенка, здесь размеры 160, там еще где-то УЗИ почти 170 было, то есть гепатоспленномегалия и после того, когда мы все изучили, подключили к консилиуму нашего эндокринолога, о чем Рейдж говорит, у нас всегда есть вот этот перекрестный помощь специалистов, мы всегда их привлекаем, и мы пришли к такому выводу, что Я хочу сказать, что наш эндокринолог в этом случае консультировался со своими тоже эндокринологами, потому что ситуация не очевидна, и он уточнял со своими знакомыми. Некоторые 70% тромбоцитов 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 селезен 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 остается, но при этом она компенсирована, это больная, у нее нет геморрагического синдрома, поэтому у нее нет противопоказаний к проведению оперативного вмешательства, по показаниям оно ей нужно, что подтверждает наш эндокринолог, он говорит, как можно скорее, конечно, сейчас показана эта операция. Значит, когда эта дочка пришла с этим заключением к своим врачам, конечно, у них был шок, они не хотели, анестезиолог сказал, хорошо, под вашу ответственность, и только если будет три дозы тромбоцитов тромбоцитов и массы. Все там подготовили, с нашей стороны еще была рекомендация перед операцией, раз был эффект на преднизолоне, то здесь перед операцией мы посоветовали в течение пяти дней нашей любимой дозе 30 мг одновременно, одномоментно утром применить преднизолон непосредственно перед операцией. И так она и сделала. То есть где-то сейчас где-то в понедельник она отменила преднизолон, тромбоциты были 123 тысячи, вот смотрите, как хорошо она сразу реагирует, мы знаем, что тромбоциты у нас живут 3-5 дней в кровотоке. Но в момент операции она написала, то есть это в четверг, в понедельник отменили, в четверг операции нашей тромбоциты были 42 тысячи, но уже слава богу не пошли на отмену, провели операцию, перелили тромбомассу перед, во время и после операции, все это как бы сделали, все благополучно, значит, кровопотеря в пределах нормы, наркоз благополучно, реанимация, все хорошо, после операционной раны отделяемые в пределах нормы, все нормально, то есть первого числа она к нам обращается повторно, ну, как бы рассказывает всю эту историю, что мы видим, 32 тысячи тромбоциты, есть петехи на ногах, там, значит, в местах, где, ну, видно, мы бинты накладывали, я так подозреваю, это же там надо слайд перелистнуть, да, сейчас я покажу, сейчас я расскажу, естественно, синяки в местах инъекций, да, и гематома в области после операционной раны выглядит нормально, уже даже ну, как бы уходит, все чистое, повязки чистые, то есть, вы посмотрите, да, это минимально эти петехи, следы в местах инъекций, ну, у человека с нормальными тромбоцитами будут точно такие же следы, я вас уверяю, да, то есть, там, где вену колют или что-то ставят, Мы не видим гематомы на месте раны, я бы так сказал. Она уже написала, что она уже ушла, то есть, а была гематома? Небольшая была, да. Ну, небольшая, да, но если бы это была тяжелая тромбоцит пения, у нее бы тут все было синее. Да, я как раз об этом и говорю, что всегда нужно 32 тысячи тромбоцитов, но она нормальная, она компенсирована, у нее все в порядке. Ну, субкомпенсирована. Ну, да. Снова, снова мы все собрались, опять, значит, посмотрели, все изучили, то есть, у нее вопрос, не надо ли ей что-то еще вот сейчас дать, там тот же принезалон, и, то есть, ну, с одной стороны достаточно стабильное состояние нетомерологического синдрома, да, но с другой стороны есть хороший эффект от тромбоцитов, от принезалона, и мы решили применить щадящую схему, то есть, принезалон в той же дозе 30 миллиграмм, но через день, и, ну, где-то на неделю, то есть, 3-4 раза она его примет, и контроль анализов, то есть, это было, вот, собственно, на вчера, и дополнительно свои рекомендации внес наш эндокринолог о том, что нужно сразу начинать заместительную терапию, в отличие от тех врачей, которые ей рекомендовали там как-то на третий или какой-то день, ну, в общем, коррекция тоже вот происходит вот таким образом. не надо переключать слайд, я хочу сказать, что мы здесь, конечно, немножко играемся, то есть, мы точно не знаем диагноз, у нас нет однозначного понимания, мы идем на поводу той болезни, которая есть у этой больной, поэтому мы добавили преднизолон, хотя при гиперсплинизме он не показан, мы сейчас попробуем еще раз. Может быть, там действительно есть какие-то антитела за это время сформировались, может быть, они уйдут на фоне операции, мы не знаем, поэтому пока, ну, как есть. Я хочу заметить еще на всякий случай, что это дама, она из глубинки в Киргизии, да, это даже не Россия. Ну, мы абсолютно интернациональные, оказываем помощь везде и всюду, ну, я считаю, что мы как минимум сейчас, так сказать, позволили ей соперироваться в очевидной ситуации тяжелой, потому что местные врачи отказывались. Вот, ну, что делать. Так, ну, и следующий слайд, пожалуйста. что Андреич, она даже еще не пожилая, у нас пожилая. Она не пожилая, да, она вполне еще себе. Она вполне. Не, ну, я сейчас не хочу даже комментировать по поводу того, что произошло несколько лет назад с переливанием многих литров резус-конфликтной крови, чтобы не поставили диагноз резус-конфликта. Это может быть везде и всюду. К сожалению, мы видим, постоянно видим всякие вещи, но хорошо, и когда мы с вами видим, мы еще можем там промолчать, замолчать, но ведь то же самое видят больницы, больные. Вот смотрите, что буквально вчера к нам больная написала. В больнице у нас схема лечения предполагает дексаметазон, антибиотики в обязательном порядке. Лумиант редко кому достается, а лежачей старушке недееспособной в памперсе никто его не назначит. Кормить и поить с ложки никто не будет, плазму никто переливать не будет. Госпитализация это гарантия плохого исхода. Это информация от наших работающих врачей красных зон. Для чего госпитализировать? Это мы очередную тяжелую больную предлагаем отправить в больницу. И вот мы получаем вот такой ответ. Но ведь этот ответ совпадает с тем, что мы себе представляем, что творится в больницах. И раньше это было плохо-плохо-плохо, а сейчас просто катастрофа. Андрей, у меня есть случаи, когда пишут, что бьют, если ты подсыпаешь. Я читал, да. Это вообще выпиющий момент. Бьют больных это что-то новое. Ну, матом ругаются. У нас была очень высокопоставленная дама высокого духовного звания, извините. она оказалась в больнице по блату, где с ней санитарки и сестры разговаривали матом. Для нее это было шоком. Ну, что делать? Так, значит, давайте вопросы быстренько пробежим. костно-мышечный синдром мы сказали, анальгины. Так, пожалуйста, в одной передаче вы говорили, что изучается вопрос оксигена с низким парциальным давлением. Говорил, это речь идет о постковидном синдроме, это работа витебская, мы сейчас с ними заключили договор о создании там центра, он создан, центр под нашей, так сказать, эгидой. Я думаю, что в один из ближайших наших сеансов вебинаров мы им позволим попросим их рассказать о том, что и как они делают. Я не могу сказать, что у меня прямо вот лежит к этому душа, но с другой стороны почему бы нет. Так, это тренировка фоксическая, но это постковидный синдром, это не острый ковид. Когда у вас сатурация 80, у вас крыша отъезжает, это одна часть, на вторая часть сердце останавливается, поэтому это смертельно опасная история. Не случайно люди от горняшки умирают, не случайно панические атаки в самолете, когда падает парциальное давление кислорода. Это все очень серьезно. Необходимо ли добавление к терапии антимикотика преднизолона, да причем с антимикотика преднизолона. Даже при антибиотиках он не нужен, а уж при преднизолоне точно не нужен. Так, эти пациенты с ковидом из Москвы, Питера, областей, где микрон уже практически дельту вытеснил из регионов, где дельта еще встречается. Слушайте, а это совершенно необязательно. Мы не разделяем омикрон, не омикрон. Мы же делали, мы тут как-то показывали, что разницы большой нет. По симптоматике есть сейчас частота, некоторая меньшая частота тяжелых больных, но они точно такие же тяжелые. как вы, вот первый больной, который показывали, он болел, ясно, что год назад не омикроном. И проболел довольно легко. А сейчас он чем болел, значит, омикроном получается, он выдал нам дыхательную недостаточность, лихорадку и так далее. Нет, это все одинаковое. Лечение абсолютно одинаковое. Была ли охриплость голоса? Ну, у многих охриплость голоса встречается, у многих, да. это не симптом омикрона как такового, это просто один из симптомов, которые есть. Еще раз повторюсь, мы показывали все симптомы, которые различаются. Охриплость точно не дает никакого прироста. Ну, ладно, хорошо. Я на этом думаю, что мы с вами завершим нашу сегодняшнюю встречу, потому что Любовь Сергеевна надо бежать. Но с другой стороны мы все, что хотели вам рассказать, мы рассказали и показали. Я очень надеюсь, что мы будем встречаться и дальше, что нам ничего не помешает. В крайнем случае мы уже думали о том, что если у нас будут проблемы с финансированием от фармацетических компаний, ну, значит, будем встречаться без финансирования, потому что, по большому счету, мы денег больших не тратим на то, чтобы проводить эти семинары, что-то будем придумывать. но мы общество не бросим, потому что общество, да-да, я вижу, что общество должно жить, это самостоятельная, так сказать, задача наша, чтобы общество существовало. Как мы будем развиваться, как вообще будет развиваться ситуация, я не знаю. Да, Андрей Павлович. Спасибо, до свидания. Спасибо, Любовь Сергеевна. Да, полный речь, коллеги, здравствуйте, я хотел со своей стороны с технической точки зрения немножко акцентировать внимание, значит, я отслеживаю постоянно статистику по доступности ресурсов, в частности, вот сейчас пришла информация, что пока мы с вами сидим, начали блокировать YouTube на территории России, возможно, это временное ограничение, возможно, постоянное. Мы создали уже некоторое время назад группу общества в ВКонтакте, у нас есть канал в Телеграме, и также мы относительно недавно завели канал в российском аналоге YouTube Rootube. Мы не очень ответственно его наполняли, поскольку он не пользовался практически никаким спросом, но, учитывая текущую ситуацию, мы будем максимально портировать туда все имеющиеся у нас записи, и, пожалуйста, если вы хотите тоже быть с нами в ВКонтакте на связи, то подписывайтесь и на эти каналы тоже, какой из них будет работать, мне очень понятно. Ссылки на эти ресурсы я скинул в чате уже чуть выше. Спасибо. Да, надо сказать, что вот в созданной группе по врачебной, так сказать, консолидации, там уже появились люди, которые нам предлагают сделать чат-ботов, помочь с нашими ресурсами. понимаете, сейчас спасибо, что люди это предлагают, потому что, конечно, мы не на все успеваем, не все можем, но надо как-то в общем наше врачебное сообщество сохранить, не дай Бог, мы рассыпемся, тогда будет совсем все плохо. Хорошо, спасибо всем, всего хорошего, через неделю